Квартиры в Новосибирске станут дороже, а количество сдаваемого жилья сократится. В этом уверены эксперты рынка недвижимости. Все дело в новых правилах, которые вступят в силу с 1 июля. По задумке законодателей, эпоха долевого строительства должна закончиться. Мнение экспертов на этот счет выслушал Владимир Киселев. Кто будет строить дома и сколько это будет стоить? Согласно официальным данным, почти треть застройщиков уйдет с рынка недвижимости после введения новых правил. Так называемое проектное или банковское финансирование придет на смену долевому строительству. 30% застройщиков, по нашим оценкам, такого финансирования получить не готовы. В силу определенных причин. Причины эти в основном репутационного характера. То есть это имеющиеся задолженности по налогам и платежам во внебюджетные фонды. Согласно изменениям, которые вступят в силу с 1 июля этого года, на каждый объект застройщик будет обязан открыть отдельный счет. Контролировать расход денег будет банк. Такая схема позволит защитить дольщиков. Но строительным компаниям придется перестраивать свою работу. При тех правилах, которые разработаны сейчас, объем строительства сократится, хотим мы этого или не хотим. При тех правилах, по которым мы сейчас начинаем работать, у нас вырастет стоимость квадратного метра. Насколько именно подорожает жилье, эксперты пока предположить не готовы. Сейчас в Новосибирске возводят дома более 170 компаний. При этом почти половина рынка приходится на 10 застройщиков, которые продают больше всего жилья в новостройках. Владимир Киселев, Данил Смирнов, Новосибирские новости.